6 утра, девочки, на 6.40. Посмотрите, какой красивый рассвет. Розовые-розовые облака. Вот прям загляденье. Привет, девчонки, привет, мальчишки. Внешнее видео будет глобально отличаться от тех, которые я снимала до этого. Потому что обычно я снимаю что-то такое, чтобы не грузить вас, что-то такое лёгкое, о том, как прошёл день, улыбчивое. Сегодня хочу поговорить о том, что меня беспокоит. Последние года полтора у меня начались очень сильные ухудшения с памятью, но очень долгое время я закрывала на это глаза. Я чётко понимаю, что раньше я работала в банке и просыпаясь буквально в 6 утра, уже в голове, знаете, вот был такой список. Ага, позвонить там, ну, грубо говоря, Ивановым, напомнить за страховку, не хватает под депозитом такой-то, такой-то суммы, надо поискать, у кого заканчивается, позвонить. Ага, не хватает столько-то карт, надо сделать себе это манечке, которая вечно не дотягивала эти карты. А то есть, вот у тебя уже в голове какой-то очень чёткий порядок действий, что нужно сделать. Всегда было очень много какой-то информации, которую постоянно читали, обучались, то есть, ну, постоянно-постоянно объём новой информации, и ты её, которому не только запоминали, но и применял. В памяти у меня начались, наверное, вот тот период, когда я работала. Очень чётко запомнила ситуацию, когда закипает утюг, а я лепила или вареник, или что-то такое, руки, то есть, были в чём-то. И я поворачиваюсь и говорю, выключи утюг. Что, не видишь, он уже, а сигнал идёт, свистит же чайник. Я говорю, выключи утюг, свистит же. И Серёжа поворачивается, и смотрит у меня, какой утюг. Я говорю, ну вот же утюг, выключи его. И он говорит, мать, ну ты загоняешь, это вообще-то чайник. И потом какие-то моменты, и он мне сказал, слушай, ты меня пугаешь, это ненормально, говорит. Видно, у тебя, от твоей работы, ну, перегруз мозга идёт. Потом случилось горе, заболел Серёжа. И я помню утро в Киве, когда мы его привезли на лучевую, какую-то часть процедуры прошли, и я просыпаюсь утром, понимаю, что у меня нет этого бешеного ритма жизни. И я думаю, как я раньше так жила, это же ненормально, это же просто по-другому. Когда ты утром просыпаешься, и у тебя нет этого огромного списка дел, у тебя нет какой-то гонги, что нужно всё успеть-успеть. Потому что какой-то период времени я ещё всё ещё, знаете, вот в этом темпе, надо успеть, надо успеть. И мне дочь говорит, мама, ну, кот, ты летишь, говорит, всё, ты не работаешь, тебе не надо там успеть надрать всё сегодня, сделать всё сегодня. Ты можешь спокойно ослабиться, сесть посмотреть телевизор, учись отдыхать. У нас много времени, чтобы прийти к тому, что вот всё, ты никуда не летишь, не торопишься, ты можешь отдыхать. Ну, вот эти, знаете, ну, вот эти тревожные звоночки, они стали появляться всё чаще и чаще. Я тоже помню ситуацию, когда нужно было поехать к подруге на другой конец города, вызвать ей скорую, у неё там, ну, были большие проблемы, а она не могла вызвать скорую, потому что дети. То есть я должна была забрать детей, приехать к ней. Я вызываю такси, вот, и открываю, она говорит, куда едем? Я говорю, такси такое-то, такое-то. Она говорит, куда едем? Я понимаю, что у меня в голове пустота. Район называется Черёмушки. А я такая вот, где живут моряки? И он говорит, посёлок моряков? Ну, заказ на моряков. А я вот понимаю, что я сделала заказ, и он мне потом сразу же ту улицу. Я говорю, да, улица эта. Сажусь, и мне как-то, знаете, вот думаю, ну, опять вот это вот. Потом ещё ситуация, когда, ну, это такие, знаете, банальные ситуации, кто-то подумал, что это случается с каждым. Далеко не с каждым. И далеко не всем. Чётко помню ситуацию, когда, ну, каждая женщина понимает, что такое бутыль моющего, мерный стакан, и нужно налить по определённую шкалу. И вот я открываю, загрузила бельё, посортировала, наливаю стакан, беру, и вместо вот, вместо того, чтобы налить по определённую шкалу, я навису, наливаю полный стакан, на каком-то, знаете, вот автомате, то есть я лью-лью, и уже в мозгу начинает происходить понимание, что что-то не то. И, знаете, как замедленная съёмка. Я смотрю на этот полный стакан, открываю ящик, куда заливается моющее, выливаю всё моющее, и думаю, знаете, какая-то мысль, а можно же было, я налила сильно много, а можно же было прилить отдельно всё это в бутыль, я смотрю и думаю, ложкой вычерпывать, не вычерпывать, и закрываю, нажимаю кнопку, и при этом ещё вспоминаю, что вычерпывать ложкой и наливать обратно это как. То есть вот это ещё какой-то момент был. Потом буквально вот на днях я себе купила рыбий жир, купила кальций, и нормальный человек, реакция нормального человека, мы выпиваем одну таблетку, запиваем водой, через какое-то время снова берём другую таблетку из синаза, запиваем водой. И вот я просыпаюсь утром, ой, я не помню, сколько там, неделю назад это может быть было. Я беру эти таблетки вместе, насыпаю в чашку, заливаю водой, и подношу к рту, и думаю, а я что сделала? То есть какой-то такой на автомате какие-то такие вещи делаешь, очень странные. Я поговорила с одной знакомой, с другой, и многие говорят, Наташа, ну, буквально 7 месяцев назад умер муж. Это так выходит стресс. А мне, знаете, мне страшно, потому что, ну, это ненормально. Из тех объёмов информации, с которой я работала, сейчас какие-то элементарные вещи у меня просто выходят из голов какие-то на физическом уровне вещи, несовместимые с трезвой, с нормальной логикой. Вспомнила, что раньше я умудрялась, придя с работы, в 11 часов начать снимать ролик какой-то, умудрялась при этом всём читать какую-то информацию про эхолокацию, она появилась из-за дельфинов, там какие-то такие моменты. И всё это я запоминала, какая-то часть у меня в памяти долговременная сложилась, какая-то была просто протковременной, и потом она уходила, поскольку она была не нужна в повседневной жизни. Но я всегда пыталась найти что-то новое, что-то читать, развиваться. Сейчас я понимаю, что с момента смерти Серёжи я не прочитала ни одной книги. Взялась за изучение английского, потому что дочка пошла в первый класс, и думаю, я же учила в школе немецкий, то есть мне надо сейчас будет учить английский, чтобы на каком-то этапе ей хотя бы там немножко быть подспорьем, чтобы не нанимать репетиторов. Вот сейчас будете смеяться. Я закачала определенную программу в телефон, дуалинга называется, и там получается занятие по дням. Я читаю предлоги, допустим, какие-то слова, и через день ты их повторяешь. То есть я прочитала, через день я понимаю, что я путаю, не запомнила, хотя это азы самое простое. Прохожу дальше, то есть в течение трех дней я не могу пройти какой-то элементарный начальный уровень. Меня это раздражает. Я думаю, да что такое, я злюсь на себя. Потом проходит какое-то время, там 3-5 дней, я это, вентябре, меня зазубриваю, я прохожу этот уровень, я его зазубрила фактически, повесила перед глазами. И думаю, так, вот надо подождать, проходит неделя. Я понимаю, что вот эти элементарные вещи, которые я якобы зазубрила, я прошла там, допустим, до пятого уровня, бросила занятия по какой-то причине, и я понимаю, что я опять начинаю с нуля, я многие вещи путаю. Элементарные предлоги в английском языке, но это совсем ненормально. И меня это как бы пугает. И здесь, вы знаете, не помню какого-то философа, такое выражение, что признаться в проблеме, это уже начать решать эту проблему. И вот я, наверное, сегодня утром проснулась и понимаю, что надо вот сказать чётко, у меня есть проблема, и надо эту проблему решать. То есть это, возможно, сосуды головного мозга, может быть, что-то другое, может быть, это проблема в позвоночнике, потому что не всегда головной мозг, спиной мозг ведь тоже, это мозг, и, может быть, какие-то зажатые мышцы дают вот такую реакцию, то есть надо искать проблему. Не шла какое-то время никаким специалистам, потому что не особо верю в наших специалистов, потому что врачей от Бога очень мало, в основном, к сожалению, какие-то крохоборы. Мой муж умер от рака мозга, мы сделали всё, что могли, чтобы спасти его, но, к сожалению, на данном этапе уровня нашей медицины и зарубежной медицины, в том числе, эта болезнь, она не лечится, она просто может продлить человеку жизнь на полгода, максимально полтора года в Японии это три года при очень больших средствах, при очень высоких технологиях. То есть нам это недоступно, но в любом случае полтора года, три года эта болезнь не лечится, просто отодвигается, и человек мучается, проходя все эти химиотерапии. Если человек, знаете, будет парализован, и вы будете его с ложечки кормить, то, наверное, это для него мучение всё-таки. Нам больно отпускать наших близких, но сейчас я понимаю, что так как он мучился в последние дни, смерть для него стала облегчением. Я понимаю, что это, скажем так, нам здесь без него плохо, нам его не хватает, а ему вот там, в лучшем мире, ему там хорошо. Поэтому, ну к чему я как-то так далеко ушла? Надо всё-таки идти, надо всё-таки обследоваться и решать проблему, какой бы она ни была, но если она есть, надо заниматься своим здоровьем. Буду рада обратной связи. Искренне ваша Наталья Чалая. Пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok